МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации и телерадио компании Гомель. У студии працует Наталья Игнаценко. Глядите в этом выпуске. Перспективы инновационной деятельности. Белорусские технопарки отримали новые льготы. Басейны у ВЕЦЫ плануюць открыть гэтым летом. Будовничая и одновленчая работы зараз идут и на иншых объектах райцентра. Паводка наступая. Подтоплена дорога у Петраковским районе. Вратовальники ведут, что дзённый мониторинг ситуации. Вечная жамчужина мудрости. У Гомеля прайшли мероприемствы до Дня православной книги. А зараз об гэтым иншим больш падрабязна. Беларусь мая намер реализовать усе домовленості з Индэй на высшейшем узроуні. Аб гэтым заявіў президент Беларусі Александр Лукашэнка сёння на сустрэчы з надзвычайным и пауномоцным паслом Индэй у Беларусі Панкаджам Саксэнам з нагоды завершэння яго дипломатычная місіў Беларусі. Президент адзначыў, што індэйскі дипломаты адносіцца далі ку тых паслоў, які ённеслі значны уклад в омацавання двухбаковых адносінаў. Александр Лукашэнка падтвердзіў зацікавлінаць беларускага боку ў індэйскіх інвэстыціях. Калі ў вас будзе такоў жадання, мы гатовыя даць макчымасті і необходныя преферэнцы для стварэння ў Беларусі індэйскага технологічнага парку, падкрэцліў кіраўнік дзержавы. Так само президент лічыць важным стварэнняў сумэсных зындаў прэпраээмствоў для вытворчасті тавараў у тымліку, машына і сельгазбудавання. У Беларусі прыняты дадатковыя мэры для удасканалініў маудзейнасті навуково-технологічных паркаў. Отповідны указ падпісав президент Александр Лукашэнка. Дакумент устанавлівае права технопаркаў ствараць фонды інноваційного развіцца, сродкі яких могуць вкарістовывацца для фінансавання праектаў і умоцавання матеріяльно-технічной базы. Так само зяўляецца макчымаць правядзенні гібкой арэндной палітыкі. Тэхнопаркам і іх резідэнтам даюцца льготы при увозі на тэриторію Україны технологічного абсталявання для реалізація праектаў у рамках дзержавныў праграмы інноваційного развіцца Беларусі. Прыняті указы даць макчымаць актывізаваць дзейнаць навуково-технологічных паркав, як центраў інноваційного развіцца і пляцовак для організація високотехнологічных вытворчастяў. Навацы указу вельмі актуальныя і для Гомельскага технопарку. Зараз яго площы запаўняны на 100%. У кампаніях резідэнтаў працуе звыж 200 чалавек. Дякуючы новому документу можна будзі ствараць дзадатковая технологічная площы і навад будаваць ў регіоні новая технопаркі. Экскеравнік Мазырскага районнага савета депутатаў приступіў да абавязкаў на новай пасадзе. Распроджэнням Гомельскага аблвыканкама і па узгадненні з президентам Сергеў Гвость назначаны старшыньоў Калінкавіцкага райвыканкама. На позачарговай сесіў районнага савета депутатаў пабывалі корэспандэнты телеканала Мазыр. Рабочыя візіты ў районны Гомельскай в області ў раскладі старшыній аблвыканкама ў Ладзіміра Дворніка з'ява часты. Але ў гэты раз ў Калінкавіцчы ён прыбывз азаблівы гоноровай місіў. На другой позачарговай сесіў районнага савета депутатаў 28-го склікання ў Ладзімір Дворнік працтаў кандидатуру керавніка Калінкавіцкага райвыканкама. Сяргей Гвоздь ранее займаў пасаду старшыній Мазырскага районнага савета депутатаў. Уладзімір Дворнік охарактерызаваў яго як саправднага профісіанала, які валодыя лідэрскімі якостями і арганізаторскімі здольнастями. Прапанову аблвыканкама депутаты Калінкавіцчаў патрымалі аднагалосна. У першым інтерўю на новой пасадзі старшыня райвыканкама агучыў перспективные планы. На мене, как на председателя Калінкавіцка районна исполнительного комитета, возложены определенные задачи. Это, во-первых, нужно развивать, повышать социально-экономическую ситуацию в Калінкавіцкому районе. Калінкавіцкай район – это один із крупнейших районов Гомельской області, сельскохозяйствено-экономіческий район. Аплодисментами, кветками і гоноровыми грамотами у райвыканками проводзіле экстаршыню Ивана Пеліпца. Чакайцца, што ў ближайшай будучыні ён приступіть до працы на іншай пасадзі. Катярына Юрчынка, Вероніка Шапялевич, Олег Фицнер, Телі канал Мазыр. Нагадаем таксама, што на минулым тыдні президент країны Александр Лукашэнка даў згоду на назначэнне яшчэ двух старшыня у райвыканкамаў. Жытковіцкай район узначаліць Віктор Атліванов, Нараулянскі – Павіл Селивончык. У Вецы протягваецца будавництва блока плавальных басейнаў. Чакайцца, што першых наведвальнікаў тут прымуць ўжо летам гэтага года. Зараз ў городзі протягваюцца масштабныя работы, які закранаюць ўсе сферы мясцовага жыцця. Районный центр наведал Алексин Серову. Районный центр наведал Алексин Серову. Районный центр наведал Алексин Серову. Для нашей гимназии самой актуальной проблемой был вопрос усиления конструкции в связи с тем, что были трещины в здании гимназии, была разработана проектно-сметная документация оперативно. Ну и вот с 15 мая начался выполнять комплекс работ по усилению конструкции зданий, который был завершен до 20 июля. Значит, с 20 июля по 30 августа были выполнены работы по капитальному ремонту именно внутри здания. В этом году в Ветковской гимназии планует частково заменить систему теплозабеспечения и провести доброупорадкувание территории. Церут планов на ближайшую перспективу, переоптолевание под тренажерную и хорографичную залу былого бассейна. Его эксплуатация споднялась еще в 90-х годах минулого 100 года, в вынику чего в Ветковчане застались без властной плавальной базы. В селитах эта проблема будет выражена. Сгодно с пашпортом объекта блок плаванных бассейнов планует создать эксплуатацию 31 мая этого года. Его кошт оценивается, прикладно, у 2 миллиона 460 тысяч рублей. Амаль Павлова этой суммы вытаскавана за резервового фонду президента. Два бассейна дозволить займаться плаванием як доросцам, так и детям. Уже сегодня у отдела эдукации, спорту и туризму огучились планы по организации отповедных занятков для усих школьников и дошкольников района. Здесь будет ветка и район, отдел образования обеспечит доставку учащихся. И я думаю, что в ближайший год-два мы обучим детей плаванию. Тем более, что вопрос сейчас очень актуальный. Олег Синтеров, Йорген Макеенко, телерадио компания «Гомель» с ветки. Паромники, которые обеспечивают пероправу в Житковицком районе, готовы до спуска на воду. Его будовинство завершается на заводе в Пинске, поведомляя «Белта». Паром вы решили будовать на базе судно-техничного флота, которое пришлось модернизовать, практически целиком изменивши конструкцию. За один рейс на им можно будет перевозить до 50 пассажиров, а так само 5 фур або 20-25 легковых автомобилей. Роль утягловой силы будет выполнять буксир. Судно уже стоит у затоцы на стапелях. Наступный этап – по эллингу спустить его на воду, а затем провести ходовые выпрабывания. Яны почнутся, коли дозволить на дворья. Супрацовники МНС протягивают мониторинг поводковой ситуации у регионе. Так, узровень воды у Радце-Прыпять у районе Петрикова перевысил 730 см. При выходе на пойму – 750 см. Небеспешно высоким лишится узровень у 760 см. У вынику на территории Петриковского района поводковыми водами от раки Птич Подтопленный участок аутодороги лучши цехвойня. Глыбня подтоплення – от 15 до 50 см. На данный момент проведена подсыпка дороги. Пагрозы жилым домам, господарчим и администрационным будинкам нема. Пакуль рух для легковых автомобилей закрытый. Проезд макчимы для грузовиков и автомобилей повышенной проходности. Так само до населенного пункта есть объездная дорога. А кроме того, по информации метеорологов, узровень воды перевышает знаки выхода воды на пойму на Днепры, Каля Лоева и Припяти, Каля Мазыра и Нароли. У ближайшие дни рост узровень воды на большинстве рек захавается. У вынику на выйдя на пойму еще и на Березине у районе Светлогорска. 16-го соковика у Беларуси объявлены оранжеву узровень небеспеки. Про это поведомили у республиканским гидрометцентры. У пятницу синоптыки прогнозуют резкое похолодание. У особных районах макчимы и короткочасовый снег. На дорогах чакается гололедзица. Температура поветра у ночи складе 2-8 градусов морозу. У день будет от 1 года 6 градусов ниже и за 0. По полдне от 0 до плюс 2. У неделю 18-го соковика унутренные войске Министерства внутренних справ Республики Беларусь отзначат 100 годзе с дня утварения. У Гомелес гэтэй нагоды у шатвер 15-го соковика отбудутся урачисты сходы святочный концерт. Напереда дни юбилею наши корреспонденты наведали войсковую часть 55-25, якая мая и яшчэ одну назву – 6-ая особная специальная милицейская брыгада. У гэтэй ранешний час у казармей войсковой части у сяго некалькі военнослужащих, але худка и яны покидаюць помешканне. Кожны дзень тут расписаны літоральна пахвілінах. Заняткі, теоретычная падрыхтовка і непосредна патрулявання городских улиц. По гэтэй причыні у ся военнослужащие апрача армейской маюць яшчэ и милицейскую вопротку. У выходные для солдат організуюць спортивные и культурно-массовые мероприемствы. У воголі трапець служыць у гэтэй участь непросто. Кожны кандидат падвергаецца паглыблены праверцы. Сюды не возьмуць празывника, які здясніў злашынства, ті схильны да суэцыду. Навэт сярэдні бал атэстата мае значэння. Павышэнэе патрабаванні і да стану здоров'я. Асабліва гэтэтычыца байцов узводу спеціальнага призначэння. У нас взвод спеціальнага назначэння в бригадзе имеецца, которые комплектуюцца, как правило, гражданскими парнями или парнями, которые занимались до призыва или имеют какие-либо достижэння в спорте. Это кандидатам мастера спорта, мастера спорта. Яшэдна асабліваць вайскова шасти 55-25 у тым, што и она з'являецца база для подрыхтовки да военной службы подлеткаў. Сю лето сполніться 15 гадоў, як то дзенешае военно-патріотычны клуб «Гонор». Сюня многі его выхаванцы служыць ў составі сіл спеціальных апірацій. Ці з'являюцца офіцэрами іншых элітных подразделэнняў. Где-то окала 90 челавек стали офіцэрами. На данный момент в Рязані у нас учыцца 4 челавека на факультете спецразведкі. І в Норильскі тож факультет саперно-періотехнічкі для спецразведкі. Алесу Мсюрову, Ольга Коновалова, Ёген Макіэнка, телерадиокампанія «Гомель». Дарэчы, командір вайсковой части 5525 Андрей Смірноў заутра стане гостям праграмы «Дэалог». Пачатак эфіра на талеканалі «Беларусьчатыры» ў 19 гадзін 20 хвілін. Нумар таліфона ў студы – 34 00 43. Пытанні гостю можна накіроваць таксамо ў «Вайбір». Далучаеціся. Заутра будзе адзначацца дзень православной кнігі. 14 сакавіка 1564 года ў друкарні Пятра Мстиславца вышла ў свет першая друкаваная кніга на Русі «Апостол Івана Фёдарова». Тыцзень православной кнігі, які традиційна праводзіць гомельская епархія, ў нашым регіоні адкрылі мерапрыємствы ў обласной бібліатэце. Падрабязнасті ў Веронікі Ворошыліной. Православная кніга – крыніця веду і натхнення, бесценная, духовная скарбніца. Кабдулучыць падрастаючае пакаління до святкавання дня православной кнігі, школьнікав запросіле на гістарычны квэст «Храм мудроці» ўчора сёння-завтра. Їон організованы сумісно гомельской епархії Беларускай православной царквы і обласной бібліатэкай. Головная мэта – рассказаць падлеткам гісторую з'явлення друкаванной кнігі і пазнаємість їх з махчимостями сучасной бібліатэкі. Діти падарожнічали ў лабиринтах кнігасховіщаў і сярот унікальних музейных раритетів. Сустракаліся з героями кніг, виконували їх задання. Яны збиралі гістарычні пазлы, распознавалі в ібітніх літературных дзейшів, знаходіліся ў пошуках кніжних вэданів. Квэст оказався не тільки займальним, але й пазнавальним. Решили поучаствовать, щоб проверить свої знання і узнать щось нове. О нашій Гомельській області, о авторах і о книгах. Саме інтересне було іскать кніги і ходіть з фонариком по тёмному поміщенню, тож іскать кнігу Франциска Скоріна. До дня православной кнігі ў обласной бібліатэце так само адкрыли выставу пад назвою «Вечная жамчужина мудрості». Тут представлены раритетные видані з фондов Гомельській епархії, особистого архіву архієпископа Гомельського і Жлобінського Стяфана. На выставі размістіліся і вангелі, богослужабнія кнігі і праці 17-20-го стагодзів. Серед найбільш унікальніх – мініатюрны новы заповед 1737 года у Скораной в окладце з золотым тясненнім. Йон був выдадзі науки вапячерській лауре при фінансові підтримці російській імператрыці Ганны Іановны. Гэтое видані унікальне яше і тым, што його у роках тримала віаліка російська імператрыця Катярина ІІ. Уражває і біблія з ілюстраціями відомого французського мастака Юстава Дары – 1876-го года видання. Причім, гэта не рпродукція, а саправдныя гравюрныя адбіткі. Організаторы выставы, упылнені, гэтае унікальні експонаты, обов'язково знойдуть своїх прихільнікав. Люди, які сюди можуть прийти – це і обычні граждані, і учащіся учебних заведень, які можуть приобшитися путем посещення екскурсії в бібліотекі, приобшитися к замечательним образцам церковної літератури 18-19 віков. Пасля відкриття выставы у актовій зале обласної бібліотеки отбулося урошисте узнагароджені пераможців гістаричного квесту, а так само перадачу удару станові книжних виданів сфонда у Гомельській епархії. До того ж, під час мероприємства було об'явлено проведення 5-го обласного літературного конкурсу «Православ'я Майя Надія». У нашому регіоні он проводиться што год сумісно Гомельській епархії і обласним адзіалінням Союзу письменніків у Білорусі. Сю літа й он буде ладіця на протягу майже трьох місяців. Работы прымаються у розних номінаціях. З 15-го віка по 1-го липеня усі жадаючі, молоді автори, автори сталого взросту, професійні автори, які з'являються членами Творчих Союзів і не з'являються такими, можуть подати свої твори. Це одинкові твори, один твор у номінації проза, поэзія, дитяча література, публіцістика і авторська пісня. Більше підраб'язану інформацію можна знайсці на сайті письменнік.бай з 15-го саковіка. Вероніка Варашиліна, Ігор Марышчанка, телерадоя компанія Гоміль. Гэта і атак сама інші новіны ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті па адрасі www.tvrgomil.by Далі у ефірі де-факта і спортивна гляда. Я з вами розвітваюся. Плённага вам вечора і да нових зустріч у ефірі. Ефір телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. В сети появилось видео обрушення тента ледового катка в Гомеле. На кадрах видно, как под давлением снега шатер не выдерживает и рвется. В этот момент на отдыхающих, которые находились на льду, обрушились тонны снежной массы. По словам очевидцев, вдоль борта снега насыпало по пояс. Практически всех, кому посчастливилось оказаться в стороне, поспешили на помощь. Пять пострадавших, среди которых взрослые и двое детей, были госпитализированы. Одна из женщин до сих пор находится в нейрохирургическом отделении Гомельской областной больницы. Следователи проводят проверку. Неподалеку от реки Алла, Жлобинском районе, сотрудники природоохраны задержали вооруженного до зубов лыжника. При себе у мужчины были найдены топор и рыболовная сеть. А при обуске его дома еще 33 невода, а также взрывчатые вещества, части и компоненты огнестрельного оружия. Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью мужчина собрал такой внушительный арсенал. На место вызвана следственная оперативная группа. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2-295 статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь. А также ведется процесс по незаконному хранению рыболовных сетей. Погорели на распространении клубнички через социальные сети. В речицы в поле зрения правоохранителей попали два парня, которые размещали у себя в аккаунтах порно-ролики. Изготовлением пикантных материалов жители райцентра не занимались. Зато регулярно делали репосты горячих видео ВКонтакте и Одноклассниках. За что им теперь грозит уголовная ответственность. Размещение на личной странице в социальных сетях изображений или видеороликов порнографического содержания, а также пересылка данных видеороликов в сообщениях влечет уголовную ответственность по статье 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Накануне в Будокошелевском районе работники МЧС вытащили из снега застрявший пассажирский автобус. На буксиры его взяла пожарная машина. Спасатели не оставили в беде водителя и девять пассажиров автобуса, среди которых было четверо детей. По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что автобус «Радимич» съехал на обочину и застрял в талом снегу. Спасателями при помощи буксировочного троса автобус был извлечен, после чего продолжил свое движение. Пострадавших нет. Такой обзор происшествий к этому часу. С вами был Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» завтра проведет очередной поединок второго этапа чемпионата Беларуси. На паркете Гомельского дворца игровых видов спорта команда Сергея Цыганкова сыграет со столичным «СКА». Матч начнется в 19.00. Для нашей дружины это второй поединок на втором этапе. 7 марта также на домашней площадке «Гомель» потерпел поражение от БГК имени Мешкова. В сильнейшую четверку чемпионата страны, напомню, кроме гомельчан, мешковцев и армейцев, попали гонболисты Могилевского «Машеки». Второй этап в сильнейшей группе женского гонбольного чемпионата Беларуси стартует 31 марта. Гомель начнет его выездным поединком против городничанки. Параллельно в Витебске встретятся местная витебчанка и БНТУ «Белаз». Во время паузы национальная сборная страны под руководством Томаша Чаттера проведет тренировочный сбор. В его рамках состоятся два поединка квалификации Евро-2018 против команды Косова. 21 марта соперники встретятся в Приштине, 25-го в Минске. В списке гонболисток, которых Томаш Чаттер планирует использовать в этих поединках, есть и игроки Гомеля. Это галкиперы Валентина Кумпель и Лилия Бурдук, угловые Ирина Дронова и Кристина Охраменко, а также линейная Виктория Шамановская. Очередной успех гомельских боксеров Галина Бруевич вернулась с наградой с престижного турнира. Гомельчанка выиграла серебро 37-х международных соревнований GB-2018. Состязания проходили в столице Финляндии, городе Хельсинки. Тренирует спортсменку Игорь Фигуренко. В Гомеле проходят традиционные соревнования по легкой атлетике памяти героя Советского Союза Георгия Склизнева. Состязания собрали около 400 спортсменов из Гомельской области и российских городов Брянск, Клинцы и Новозыпков. Сильнейших выявляют в двух возрастных категориях 14-15, 16-17 лет. В нынешнем году соревнования памяти Склизнева подводят черту под зимним соревновательным сезоном. Сезон уже спортивный соревновательный у легкой атлетов, как правило, уже закончился. То есть начинается подготовительный сезон. Это является определенным этапом подготовки к летнему соревновательному сезону. Завершатся соревнования по легкой атлетике памяти Георгия Склизнева завтра. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры создавал DimaTorzok